На ветеринке леды, голубого цвета, со старых рассветом огонек, глаза, погоду, непогоду, хоть погод, хоть воду, крепкую полету, пустою моя. Щелковский районный культурный комплекс в этот день пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь собрались люди, которые на протяжении многих лет своим самоотверженным трудом укрепляли благосостояние Родины, работали на предприятиях и в организациях района. К ним с поздравлениями обратились руководители муниципалитета. 32 года в апреле исполняется ваша организация, в состав которой входят активные и неравнодушные люди. В состав организации входят те, кто отставил победу в годы войны, те, кто восстанавливал из руин нашу страну после войны. Вашими руками создавались заводы и фабрики, и большая часть из них сейчас, то, что было создано вами, работает на благо страны. Вы живете такой полной жизнью. Вы такие активные. Вы своей активностью на спартакиатах, в участии в соревнованиях, в конкурсах, в ветеранских хорах. Вы заражаете нас? Но еще отдельное спасибо я бы хотела сказать вам за ту работу, которую вы проводите с подрастающим поколением. Потому что патриотизм от вас – это не слово, это жизнь. Активным членам общественной организации ветеранов вручили награды. Знаком «Почетный ветеран Подмосковья» наградили первого заместителя, председателя Совета ветеранов Межмуниципального управления МВД России, Щелковская, подполковника милиции в отставке Нину Медведеву. В ветеранских организациях великим уважением окружены, конечно же, люди самого почтенного возраста. Они прошли войну. Их слова для всех нас имеют особую цену. Скажите мне, вот просто как человеку, что самое главное в жизни? В моей? Вообще в жизни. В жизни основная задача и точка – это сохранять и обережать свою родину. Советский Союз, а сейчас Россию. У каждого из них своя биография и свои воспоминания о самом главном времени их жизни, о войне и о самом счастливом дне – о победе. Когда уже все сосредоточились, значит пошли наступление и шли, значит, до самой Вены. До Вены? До Вены. В Вене окончилась наша война для нас. Скажите, пожалуйста, кто вы были по званию тогда? Я рядовой. Рядовой были? Да. А когда в 49-м? В 49-м тоже рядовой. Тоже рядовой. А как сложилась ваша жизнь? Кем вы работали? Я работала в основном завтажерским по ремонту сельхозмашин. Для человека самое важное, самое основное, на что его создал Господь Бог, я верю, чтобы он был человеком, чтобы был добрым, честным, открытым и относился хорошо к родине, относился хорошо к людям, относился хорошо и к себе, чтобы лишних не было сглок, раздражения, упреков и прочее, прочее. Этим самым он сохраняет свою жизнь. В этот день всех гостей работники Щелковского районного культурного комплекса порадовали праздничным концертом. А в фойе можно было познакомиться с ветеранскими работами в рамках конкурса декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо». Мне хочется сегодня поблагодарить еще раз всех наших участников, нашей доблестной организации с днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, удачи, успехов и также передавать эту энергию, заряд бодрости нашему подрастающему поколению. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова